Друзья, всем привет! Надеюсь, на момент выхода этого видеоролика на дворе все так же морозно и солнечно, чтобы вы могли прочувствовать эту атмосферу. Что хочется делать в воскресный выходной день? Сидя дома, получать удовольствие со своей семьей. Кто-то проживает в квартирах, кто-то выезжает за город на дачу, а у кого-то есть дома из серии «Любопытно посмотреть». И именно в такой дом мы приехали сегодня. Мне написали люди, мол, Дмитрий, есть у нас домик, который сейчас продается. Цена домика аж 250 миллионов рублей. И сначала я подумал, да нафига же он нужен? Ехать снимать такой дом, что на него смотреть? А потом думаю, почему бы и нет? Ведь это интересно. На момент приезда в этот поселок я узнал, что этот дом, можно сказать, один из самых дешевых здесь. Потому что мы с вами приехали в элитный поселок резиденции «Бенелюкс». Он расположен в 19 километрах от МКАД на запад по Новорижскому шоссе. Перед выездом сюда я даже не стал изучать, что это за поселок. Потому что я себе представлял картину так, что будет закрытый, естественно, поселок, в котором стоит самый дорогой дом за 250 миллионов рублей. Куда ходят все люди, показывают на него пальцем, фотографируются на его фоне. Но когда мы заехали на территорию, я сразу понял, что о-о-о, здесь совсем другая жизнь. На момент выхода этого видеоролика самый доступный дом, который есть в продаже в этом поселке, стоит 80 миллионов рублей. В среднем дома здесь стоят 250-600 миллионов рублей. Самые дорогие дома, ну не дома, а резиденции, перешагивают отметку в 1 миллиард рублей. В общем, друзья, в этом сюжете я хочу вам показать из серии «любопытно» посмотреть, как в России, в кавычках, «люди живут». Сзади нас заборчик невысокий. Высокие заборы здесь ставить нельзя. Вот он, за моей спиной дом. Пойдемте, я вас с ним познакомлю, покажу, что из себя представляет дом за 250 миллионов рублей в 17 километрах от Москвы. Приятного вам просмотра. Пойдемте. Значит, история дома следующая. Построен он был в 2008 году. Собственник этого дома путешествовал на Таити. Там он вдохновился архитектурой. После чего вернулся в Москву, нашел себе хорошего дизайнера и сказал ему, воплоти мне нечто подобное где-нибудь в Московской области. Ему предложили построить вот этот вариант. И что самое интересное, собственник после того, как этот дом был достроен, он полностью отделал, он жилой, здесь все хорошо. Он здесь никогда не жил, потому что он обжился совсем в другом месте, но в России. Площадь земельного участка, на котором расположен дом, 55 соток. По территории протекает своя настоящая речка. Сосед же себе сделал искусственное озеро. И я ступаю на нее. Будет интересно, если лед еще не окреп, на улице довольно-таки холодно. Здесь же идет вот такая граница. Это, естественно, все искусственно сделано, потому что у дома есть сосед. И вот это, грубо говоря, вы сейчас видите живой зеленый забор. И здесь самое, что интересное, видны следы. То ли лисы, то ли собаки. Кто-то из них, но я думаю, это, скорее всего, лиса. Ты просыпаешься утром, мороз и солнце, день чудесный. Накинул конечки, лед я чувствую здесь ровный. Соответственно, покататься, получить удовольствие можно. В летнее время, говорят, даже рыба есть. Соответственно, я уж не знаю точно, но сам факт того, что прикольно иметь свою речку. Вот посмотрите сверху кадры дома. Он действительно необычен по архитектуре. Давайте я вам простыми словами расскажу, что он из себя представляет. Он разделен на три части. Первая часть, которая нас встречает, это вот этот квадрат. В этом квадрате расположен гараж на несколько машин. И львиную долю занимает зона для проживания домработницы. Зона персонала. Заходи, пожалуйста. Первое, что нас встречает. Здесь идет спальня, она совмещена с кухней. Ну, соответственно, для человека, кто приезжает в этот дом исключительно для работы, это шикарное условие. Ты выспался, у тебя тоже здесь все, в принципе, круто сделано. Опять же, вместо персонала здесь может жить кто-то другой. Тут уж думайте сами, датчики света, я приближаюсь, загорается свет. Отдельный вход у вас, соответственно, вы выходите не через парадный вход, а через свой. У вас своя ванна, свой туалет. Но вот это вот на самом деле уровень, потому что тоже, знаешь, для людей сделано. Ведь кто-то мог не строить, а сказать, найду себе такой персонал, который будет в час ночи уходить и в 8 утра приходить сюда на работу. Идет ряд технических помещений, отдельная кладовая, огромная кладовая, я бы даже сказал, для продуктов. Пылесос, встроенный в доме. Вот на момент строительства дома, да, там с 2004 по 2008 год, тогда это считалось вообще круто, что тебе не нужно покупать никакой пылесос по дому. Есть специальное отверстие, вставляешь, пошел работать, пылесосить. Далее, вот этот квадрат плавно перетекает в основную часть дома. Когда вы заходите, вас первого встречает гостевой туалет, раздевалка, и дальше вы переходите в основную часть дома. Это вот этот прямоугольник, где вас встречает кухня, гостиная и ряд спален. Все это я вам покажу. И второй прямоугольник, это зона спа. Там вас встречает бассейн, сауна, в общем, все то, что нужно для того, чтобы хорошо отдохнуть. Подчеркну, что изначально ландшафт здесь был создан с ноля. Естественно, раньше здесь был просто пустырь земли, вот с такими оврагами. Его обыграли, и получилась вот такая неописуемая красота. Это мы сейчас здесь находимся в зимнее время, а так вот, собственно, здесь течет водопад. Друзья, внешний вид дома, он спорный. Потому что некоторые люди, кто приезжали его смотреть, кто приезжали его снимать, кого-то он устраивал, потому что здесь проживали люди, например, 4 года. 4 года они снимали этот дом по цене. Один месяц, полтора миллиона рублей. Сколько стоит содержание этого дома? Я вам чуть позже расскажу. Главная фишка этого дома, на мой взгляд, что он реально интегрирован в природу. Вот посмотрите, какие кадры у него в летнее время. Ну, согласитесь, эффектно и круто выглядит. Гуляя по территории дома, вы можете спокойно подниматься в горочку, и тем самым оказаться, например, на крыше дома. Далее я вам покажу, как дом выглядит внутри. Мы еще прогуляемся по территории, познакомимся с риэлтором, который продает этот дом, и послушаем, какие комиссионные люди получают при продаже подобной недвижимости. Но прежде чем мы до всего этого дойдем, хочу вам напомнить, что впереди Новый год. И у меня для вас есть полезная информация. Диман, ты что там делаешь? А, опять в Е-каталоги влипаешь. Да, конечно, на дворе декабрь, мороз, руки грею. Впереди праздники, уже время покупать подарки всем своим близким. И делаю я это именно с Е-каталогом в разделе гаджеты. Жене давным-давно уже обещал, что подарю новенький iPhone 12 Pro. Хотя некоторые говорят то, что телефон фуфловый и денег своих не стоит. Тем не менее, добавлю его в список желаний. Себе подумаю прикупить какие-нибудь наушнички беспроводные. Пожалуй, добавлю вот эти биццы в список желаний. Впереди морозы, говорят, будут еще жестче, поэтому по-любому нужно будет взять что-нибудь из пауэрбанков. Потому что снимаем на улице, заряд лишний никогда не повредит. А тебе, вполне возможно, Дедушка Мороз принесет в подарок джибелевскую колонку беспроводную. Будешь слушать рэпчик. Некоторые говорят, что мобильное приложение это неудобно. Любят пользоваться с компьютера. Больше экран удобнее. Да без проблем, Е-каталог тебя уже ждет по ссылочке в описании. Прямо сейчас вы можете перейти на Е-каталог, создать там список желаний и уже присматривать подарки, которые вы хотите сделать себе, своим близким, друзьям, товарищам, коллегам. С помощью Е-каталога вы можете отследить динамику цены. Нынче это популярно. Некоторые делают разоблачение на Черную Пятницу. На Е-каталоге данная фишка есть давным-давно и пользуется хорошей популярностью у пользователей. В том числе и у меня. Более того, выбрали какой-то товар, вы всегда можете почитать отзывы. Одни хвалят, другие же говорят, товар фуфло попользовался, брать не стоит. В общем, друзья, оставляю ссылочку в описании. Пользуйтесь с удовольствием. С помощью Е-каталога выбираете товары. Далее переходите в раздел «Где купить» и выбираете магазин, где наиболее привлекательная цена для вас. Друзья, все для вашего удобства. С Е-каталогом все покупки происходят в удовольствии. И вот мы уже дома. Я раздулся. В доме, естественно, везде теплый пол. А теперь, ребята, смотрите внимательно и говорите, как вам интерьер. Ну, смотрите, сперва мы заходим. У нас большая прихожая, где можно раздеться. Куча различных шкафчиков. Все в светлых тонах, на самом деле. От этого места больше. Гостевой туалет. 500 квадратов, друзья. Дом одноэтажное управление. Есть на каждом этаже. Соответственно, включить музыку, открыть ворота, прибавить температуру. Все можно сделать. Ну, вот смотрите. Сейчас нас встречает с вами зал плюс кухня. То есть, получается, такая большая зона, где вы чаще всего будете проводить ваше время. Посмотрите, пожалуйста, сами. Оцените интерьеры. И знаете, с одной стороны, я бы вам мог рассказать все сам про этот дом. Потому что меня с ним уже познакомили. Но давайте я вас познакомлю с одним человеком, который к этому дому имеет прямое отношение. А зовут ее Дарья. И Дарья занимается продажей этого дома. Даш, привет. Ты нас пригласила в дом. Ты нам разрешила здесь все поснимать. Даш, расскажи нам, пожалуйста, в чем же уникальность этого дома? Это практически единственный объект на рынке. Одноэтажный, идеально вписанный в ландшафт участка. И цена этого дома 250 миллионов рублей. И он сегодня продается. Друзья, в качестве благодарности мы, конечно же, оставляем ссылочку в описании. Если вдруг кто-то заинтересовался, вперед, вперед, вперед. Торопитесь, предложение уникальное. Даш, давай с тобой присядем и детальнее обсудим цены этого дома. Безусловно. Слушай, 500 квадратных метров, 55 соток. Соответственно, закрытый участок. Участок и поселок, собственно, премиум класса. Давай с тобой посчитаем, знаешь что, сколько вообще стоит его содержать. Вот за свет, за газ, за коммунальные услуги сколько здесь примерно в месяц в среднем человек платит? Записывай. 49 тысяч коммунальные платежи поселка. Это только чисто за поселок? Чисто за поселок. Раз. За это количество соток. По электричеству, газу, воде порядка 25-28 тысяч рублей. Ну, будем считать, друзья, по максимуму. Плюс 28 тысяч рублей. Далее. Садовник. Садовник. Уборщица. 5 тысяч рублей в сутки. Ну, посчитаем просто два раза в месяц 10 тысяч рублей. Что еще есть? Очистка бассейна, очистка воды, интернет, телевидение. На круг где-то, в общем, выходит 5-6 тысяч рублей. Там достаточно мелкие расходы. Плюс 5 тысяч рублей, так сказать, по мелочи. Уже получается 142 тысяч рублей. И далее, по-хорошему, можно сразу плюс 8 тысяч на какие-то мелкие расходы. Мы сели, что-то мы не предусмотрели. Может быть, лампочки менять, еще что-то. Друзья, 150 тысяч рублей каждый месяц. Будь добр, вында положь для того, чтобы иметь возможность здесь проживать. Сюда же отдельно, естественно, продукты. Сюда же отдельно, естественно, если у тебя будет свой повар, либо какой-то персонал. Ну, сами думаете, вот такая картинка. Но при этом вы посмотрите, как красиво мы сидим. Хочется налить бокал Chateau Marmo. Порезать сыра плесневого. Выпить и сказать, красотища. Даша, пойдем покажешь фишки дома, потому что даже тот самый камин уже меня манит. Пойдем. Друзья, совсем недавно на канале выходил ролик, где я рассказывал ситуацию на рынке по вторичке с квартирами. И там я рассказывал то, что посмотришь объявления, которые появляются, куча риэлторов, которые продают один и тот же объект. Вот Даша тоже является риэлтором, она продает этот объект. Но она рассказывает интересную историю. Даша, вот напомни, пожалуйста, ребятам ее. Получается, когда человек выставил на продажу этот дом, был некий слет, на который приехало порядка 60 человек риэлторов, кто будет дом продавать. Когда мы взялись за продажу этого дома, мы собрали этих риэлторов, да, и они приехали, чтобы познакомиться с этим домом. И среди них были даже те, кто уже как бы этот дом продал, потому что дом продается очень давно. Да, дом продается уже много лет. Друзья, ни для кого не секрет то, что каждый риэлтор с продажи получает процент. В данном случае, смотрите, дом стоит 250, порядка 3% перепадает риэлтору, если он приводит живого покупателя. Это в рублях порядка 7 миллионов рублей. Вот вы вдумайтесь, допустим, если она продаст дом, да, она заработает такие деньги. Но самый прикол, знаете, в чем? То, что когда на этом слете они начали общаться, выяснилось то, что некоторые риэлторы, которые продают объект, ничего про него не знают. Вы представляете, что за этой дверью, где есть стол? Ну, какие-то такие стандартные вопросы, на которые должен быстро отвечать. Электричество, площадь, квадратура, цифры. Некоторые этого не знают. Как так получается? Из-за того, что очень большой рынок риэлторов больше тысячи. Каждый не может приехать и изучить дом самостоятельно. Соответственно, и возникает такая ситуация. Домов много. Те, кто ездит с покупателем, предлагают иногда за день могут 5-10 домов в легкую посмотреть. Поэтому не все знают дома, которые продают. Но при такой цене, вот вообще, живые люди есть, кто действительно приходит его смотреть с точки зрения, действительно хотят купить? Да, да. У нас в сентябре было по два показа в неделю. Сейчас где-то один показ в неделю стабильно. И что в целом люди говорят, что они устроят? Цена или что? Кому-то не нравится архитектура. У кого-то деньги в рублях, а так сейчас курс у нас взлетел, цена повысилась, потому что у нас зафиксирован доллар в продаже этого дома. Смотрите, друзья, какие-то фишки, приколы есть. Вот, казалось бы, камин, который висит, и он еще что может делать? Крутиться. Он крутится просто по кругу, а вверх-вниз, соответственно, он зафиксирован. Да, он зафиксирован, крутится по кругу. Здесь есть сверху подсветка. Это дизайнерское решение. В темное время суток визуально увеличивается пространство потолка. Соответственно, все по дому, допустим, шторки, ты думаешь, руками что ли ты их будешь закрывать? На кнопочку нажимаешь, все здесь регулируется. Вот мы сейчас прошлись по территории, все посмотрели. Казалось бы, 2008 года постройку, но сделана она действительно основательно. Если какие-то там бетонные или деревянные вставки могут казаться старенькими, в целом все работает, подсветка сделана, все продумано грамотно. То есть здесь никаких проводов, ничего нигде не торчит. Ну и вы сами видите, что здесь действительно красиво. И очень много у дома различных зон, так называемых зон чилаутов. Там ты можешь посидеть чайку попить, где-то ты можешь посидеть книжку почитать. Вот обратите еще внимание на то, как органично этот дом на самом деле вписан в природу. Вот мы идем, казалось бы, ты поднимаешься на хоум, но ты поднимаешься на второй этаж. Под нами находится, например, гараж. Что это такое, как ты думаешь? Это специально сделано технологическое отверстие, его можно назвать окном. Их окон здесь очень много. На данный момент, на часах полвторого дня, в дом зайдешь, света просто много, даже включать ничего не нужно. В этом плане, конечно, крутые погоды сыграло, и то, что в доме большие окна. Казалось бы, с одной стороны, зачем подниматься на крышу? Ну, прикольно, у тебя большая территория, ты можешь выйти. Летом поставил себе здесь стульчик, посидел, отдохнул. Почему нет? Это твой дом, ты здесь можешь проживать всю свою жизнь. Рядом есть лес, да, хороший, интересный лес. Но с нашего участка, вот так вот напрямую мы к этому лесу пройти не можем. То есть нужно выходить, и здесь есть отдельный вход. Вход в лес, вдумайтесь, по пропускам. Соответственно, кто-то посторонний туда зайти не может, только вы. Вот здесь у нас граница нашего участка, напомню, 55 соток территория. А вот тут начинается зона кайфовая. Почему? Здесь у нас летняя патио, летняя веранда, летний хороший большой стол, куда можно всей компанией, всей семьей присесть и получить удовольствие. Ты выходишь, вид у тебя на лес. Соседей ты из-за елочек не видишь. То есть архитектуру и ландшафтный дизайн дома действительно продумывали. У тебя стол, соответственно, на зиму специально снимают кран. А так здесь раковина, можно мыть руки, что-то чистить. Ну, все сделано по-человечески. Сюда ты проходишь, у тебя здесь отдельная барбекюшная с мощной вытяжкой. Можно присесть, посидеть. Опять же, вы понимаете, да, здесь какой жар будет, здесь тепло. Но стиль такой своеобразный, потому что посмотришь сюда, да, может показаться, как будто бы это какая-то кафешка, какой-то ресторан. Но это жилой дом. Гуляя по территории дома, действительно, очень много таких различных маленьких уютных мест. Ну, понимаешь, вот ты пришел сюда с чашечкой чая. Можно сидеть, конечно, за столом, а можно посидеть вот здесь. В зимнее время елочку вот эту нарядил. Сидишь с мандаринкой, чай, закусываешь. Красота, особенно когда с друзьями. Особенно когда компания, когда есть общение. Был бы в руке бокал, поднял бы тост за тех, чтобы у каждого была такая возможность построить себе вот такой дом и ни дня в нем не прожить, после чего выставить его на продажу. Огромные панорамные окна. Что там за ними? А там спальня ваша, где вы будете спать. Открывается она во двор, вот территория прям вау, какая большая. Но с другой стороны, казалось бы, да, можно найти побольше, тем более за 250 миллионов рублей. Почему такая цена? Здесь, в первую очередь, очень дорогая земля. Вот знаешь, я тебе честно хочу задать вопрос такой. Вот с какого хрена вообще этот дом столько стоит? Друзья, вот согласитесь, да, мы посмотрели. Золота здесь нету, 250 миллионов, это четверть миллиарда рублей. Офигеть, за дом, за который еще 150-170 тысяч, там, глядишь, нужно в месяц платить. Расскажи, пожалуйста, из чего вообще формируется цена вот за такие дома, в частности, за этот? Смотри, в первую очередь, две трети стоимости дома, это стоимость земли. Земля тут стоит на сегодняшний день 40 тысяч долларов за сотку. У нас 55 соток. Вот и считай, то есть 2,2,200, это просто земля. Я выведу цифры на экран. И ты получаешь дом, такой дом, бетонную конструкцию, всего за миллион долларов. Буквально в подарок. Вообще супер, шикарно. Стоимость земли формируется из-за того, что этот поселок один из самых лучших, элитных на Новой Риге. Здесь полная инфраструктура, то есть ты живешь в своем комьюнити, и тебе никуда даже выходить не надо. Тратить время на перечисление того, что здесь есть из инфраструктуры, я даже не буду, потому что здесь есть все, начиная с детских садов, школ, ресторанов, фитнес-центров, все для спорта, для прогулок. В общем, друзья, здесь реально сделано все. Понятное дело, такие деньги за жилье здесь берут. А так вот просто от себя хочу сказать следующее. Конечно, когда въезжаешь даже в этот поселок, мы сразу рты у нас пооткрывались, ну потому что, во-первых, все очень чисто, все очень грамотно сделано, что все такое идет, по крайней мере, окружение домов, заборы, все в едином стиле. Ты едешь, класс, особенно сегодня в солнечную погоду. Везде елочки стоят, везде все красивое. Естественно, сразу чувствуется совсем другая энергетика. Это не так, а ты приезжаешь, а там многоэтажные дома, что-то все серое, что-то злое выходит здесь, едешь, все нормально. При этом люди рассказывают, что когда они там снимали отдельный ролик про этот дом, где не остановятся, да, для того, чтобы там проходку сделать, из домов выходят частные охранники. То есть у дома есть своя охрана, которая так здесь нехрен стоять даже. Идите отсюда нафиг. Соответственно, здесь уровень такой, что кто здесь живет, чем они занимаются, откуда у них деньги. Это остается одним большим вопросом, потому что никто на него отвечать не хочет. Я бы с удовольствием вам всех их сдал бы, рассказал кто, что, откуда. Но, тем не менее, никто не говорит одно могу сказать. Машины выкатывались, пока мы ехали, по 25 миллионов рублей, по 30 миллионов. Ну, Роллс-Ройсы, Бентли, Бентайга, С-классы. Тачки типа БМВ там, это... Как я сказал в самом начале, предположим, сегодня выходной день, ваш дом, что делать? Конечно же, нужно заниматься здоровьем. А здоровье это что? Это поплавать в бассейне, это сходить в сауну, пропотеться, все токсины вывести из себя. Вот такую картину вы здесь получаете. Ребята, обратите внимание, я хожу в белых носочках. Комфорт неимоверный, потому что пол с подогревом, прям температура настроена такая, какая она должна быть. Я баню очень сильно люблю, хожу в сундуновские бани. Здесь у нас, смотрите, ведерочко есть. Понятное дело, что это сауна, какой-то там большой температуры не будет, пар совсем другой. Но, тем не менее, для здоровья тоже полезно. Места предостаточно, с друзьями приехали. Ух, красотища какая! Бассейн идет типа Infinity. Это когда практически незаметно границ. То есть, посмотрите на него, кажется, что вода куда-то уходит, но она и уходит за территорию. Ну, смотрите, поднялся, да. Он, конечно, небольшой, но он достаточный для того, чтобы там 2-3-4 человека спокойно здесь могли покайфовать. Плавать на дальнее расстояние, ну, явно люди сделали так, что вот, понимаете сами. Если бы человек хотел плавать, он бы себе мог бы и 50 метров построить. Здесь такая зона из серии релакса. Друзья, вышел, я прям представляю, я прохожусь с соком. Сок попиваю, хорошо. Дочка у меня бегает, жена. Друг шашлыки жарит, а я жду, когда он шашлыки пожарит вкусные. Ну, блин, красотища. На самом деле здесь хоть фильм можно снимать, знаете, какую-нибудь мелодраму о любви. Блин, кайф. Идем с вами дальше. Дом большой, соответственно, дом предусмотрен для всей семьи. Вот здесь по задумке изначально ванна для ваших детей. Парни, вот в чем кайф такого дома? Вот действительно огромное пространство. Много кислорода, много света. Ты здесь ходишь, блин, ну ты прямо с природой как будто вот так вот соединен. Вот посмотрите, пожалуйста. Здесь у нас большая ванна, большое помещение. Пришли детки твои, искупались, помыли руки, почистили зубы, отправились в школу. Ну, круто, круто. Вот к этим частям, да, вот бетонная стена. Это все на любителя. Для меня это какой-то такой некий свой шарм придает. Опять же, посмотрите, какие батареи сделаны, да. Такой какой-то некий стиль, лофт что ли. Какие-то вставки сделаны. Ну, такая вот своя архитектура, своя изюминка, своя душа в этом доме однозначно есть. Прачечная зона. Открываешь, стиральная машинка, сушка, пожалуйста, есть. Подчеркиваю, эта лестница не на второй этаж. Это просто такая задумка по интерьеру. Мы поднимаемся и мы оказываемся в кабинете. Тоже интересно сделано. Места дофига, света много. Вот обращаю ваше внимание, что здесь с левой стороны, да, свет включен. А здесь такое ощущение, как будто люстра висит. На самом деле люстры как таковой нету. Ты подходишь сюда, а? Покажи, пожалуйста. И над столом у тебя получается вот такая история. Стеклянный пол, на который падает дневной свет. Ну, интересно сделано. Здесь должна быть библиотека. С одной и с другой стороны ставятся книги. Блин, вот диван тоже комфортный. Вот знаешь, все сделано так, что казалось бы, зачем здесь диван, а с другой стороны садишься, блин, кайф. Ну, действительно, чувствуется то, что в дом вложена не только душа, а еще вложены знания, как правильно это все сделать и обустроить. Площадь первого этажа с кухней здесь порядка 90 квадратных метров. Вдумайтесь, ребята, 90 квадратных метров. При том, что у меня квартира, где я проживаю, 27 квадратов. Конечно, я себя здесь чувствую не то, чтобы шикарно, я себя здесь чувствую, вау, как. Потолки, мне кажется, сколько метров? Пять? Больше шесть. Друзья, посмотрите, пожалуйста, напишите ваше мнение в комментариях. В 2008 году сюда зайдешь, ну, знаешь, я действительно чувствую, то есть какая-то такая заграничная история, не по-русски это все сделано. Это, конечно, подсмотрел человек в другой стране. По-любому какая-то мебель здесь необычная, какие-нибудь сейчас красное дерево, еще что-то. Да, это ТИФ. Вся мебель сделана на заказ в Германии, дверь в Италии. Страшно представить, сколько денег человек отдал еще, помимо того, что он построил дом, за вот это обустройство, какая-нибудь картина наверняка висит, которая стоит каких-то непонятных денег. А мы пойдем дальше и посмотрим, что скрывает вон тот коридор. Как вам дверка, а? Вы посмотрите. Кукусики, пойдемте. Мы, получается, идем теперь по коридору. Справа от нас идут спальни. Первая спальня детская, вторая спальня детская, и дальше будет ваша спальня. Смотрим в окошко. Утром ты проснулся, такое ощущение, как будто ты проснулся на территории какого-то парк-отеля. Некоторые люди платят деньги для того, чтобы с семьей на выходные выехать, нынешаться свежим воздухом, а здесь ты каждый день смотришь на этот свежий воздух. Ну, круто, конечно, круто. Покажи, пожалуйста, комнату, как она выглядит. Вот здесь тоже такое необычное дизайнерское решение. Изначально комната была одноуровневая, но когда люди здесь проживали, они сделали здесь второй уровень. Соответственно, там получается у нас детский рабочий кабинет, снизу дополнительный стол, спальня. Ну, естественно, сейчас здесь никто не проживает. Предположим, что первая спальня была для девочки, вторая спальня для мальчика. То есть, каких-то там прямо отличий, что мужская, женская нету. Ну, вот интересно, да, тоже решение. Лесенка сделана на второй этаж. Здесь такие сделаны шкафчики для того, чтобы пространству не пропадать. Поднялся на второй этаж, там окошко, уже на переднюю часть дома. Ну, в общем, уютно, друзья. Места, с одной стороны, казалось бы, немного, но с другой стороны тоже интересно сделано. Раз человек так сделал, значит, наверное, этого хватает. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете. Сделали бы спальню больше для детей или же этого пространства вполне хватает? Идем дальше, и мы с вами попадаем в вашу спальню. В вашей спальне, естественно, сразу есть отдельно санузел. Это продолжение главной спальни, да, хозяйской. Здесь у нас есть зона, где ты можешь там накраситься. Ну, жена твоя может накраситься, а может, ты можешь и сам накраситься, если надо. Соответственно, здесь гардеробчик такой внутренний. Места немного, но достаточно, да, для того, чтобы привести себя утром в порядок. Это та самая ванная комната, где вы можете принимать ванну. Но здесь прям действительно чувствуется уют. И вот на улице свежо, прохладно, а здесь все с подогревом. Блин, это реально круто, прям ногам очень приятно ходить. Покажи, пожалуйста, здесь еще вот и сделана, допустим, душевая кабина с досочками внизу. То есть, свой стиль. Кому-то, может быть, не понравится. Я же захожусь, я думаю, блин, кайфово. И здесь еще над нами, вот иди сюда. Это не все, ты покажи, что дальше над нами. Над нами получается так, то, что небо открытое. Ты можешь принимать душ и смотреть на лучи солнца, либо как дождь падает. Но это реально круто, потому что, блин, ну это природа. Понимаешь, прям это какое-то реально единение с природой в этом доме. Казалось бы, смотрите, как сделано, да? Вроде бы простенько, но ведь дом нафаршированный. Что есть? Расскажи. Смотри, с этой стороны натягивается роль штора, с той стороны жалюзи. То есть, можно сделать полный блэкаут. Раз. Дальше. Вот я здесь помню у вас часть, которая тоже дневной сон. Ее тоже же можно закрыть. Да. Натягивается также жалюзи, сверху потолочная. Два. На момент 2008 года, когда, собственно, дом был достроен, вот это, конечно, все было прикольно, круто. Сейчас, конечно, смотришь и телевизор уже слишком большой, можно было бы сделать потоньше. Какие-то управления умным домом сейчас были бы сделаны по-другому, хотя здесь уже изначально весь потенциал заложен. Вот какую-нибудь поставить там Алису, да, вот эти управления умным домом, это все можно сделать. По дому скрыто установлена везде сигнализация, различные датчики движения. Мы зашли в эту комнату, я сначала такой, оп, а что здесь пол не подогревается? Подогревается, просто отключена в силу того, что нет в этом надобности. Колоночки висят, сразу видно, вот действительно, человек-каломан, потому что мы, видимо, ходили по дому, там колонка, там колонка. Он очень любит. Нравится музыка. Ну а что, когда так, она, душа-то она поет, соответственно, хочется лай-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Смотри, мы на самом деле можем роль шторы натянуть здесь и установить проектор. И надобности в телевизоре уже просто не нужно будет. Обошли дом по кругу, и я, мужская, даже нагулялся. Соответственно, можно идти домой, пить чай, есть пирог, наслаждаться жизнью. Даш, ты девушка молодая, но уже занимаешься элитной и крутой недвижимостью. Вот расскажи, пожалуйста, как вообще происходит продажа всего этого дела? Смотри, в первую очередь мы делаем очень хорошую упаковку маркетинговую. Поэтому дома у нас есть фотосессия, 3D-тур, видеообзор. После этого мы собираем брокер-тур, когда все материалы у нас готовы. Приезжают брокеры из разных компаний, знакомятся с объектом. И зачастую в момент знакомства они уже знают, кому из покупателей они могут этот дом предложить. То есть тут же в режиме оффлайна отсылают эти презентации потенциальному покупателю. Слушай, а вот расскажи, пожалуйста, сейчас, например, декабрь 2020 года скаканул курс. Многие люди сейчас скинулись купать недвижимость. Кто-то покупает в новостройках. Вот такая элитная недвижимость. Что происходит? Вот такие дома плюс-минус хорошо покупают? Да, хорошо покупают. Я скажу тебе больше. Практически не осталось домов до 100 миллионов рублей в элитных поселках. Вот как. Ага. Значит, получается картина такая, что на вторичке недорогие квартиры скупают. Висит объявление куча, если вы посмотрите. Это, как правило, квартиры, которые, ну, прям совсем плохие. То есть плюс-минус все нормально, разлетается быстро. В новостройках квартиры новые разлетаются быстро. Элитное жилье разлетается быстро. В стране был дефицит с машинами. Дорогие тачки выросли в цене. Скупают просто быстро. При этом смотришь, как ты думаешь, что за фигня происходит. Вот мне интересно, покупая такой дом. Вот у человека, судя по всему, денег очень много. У него по-любому уже есть дом. Они его покупают для чего? Для дальнейшего проживания, для сдачи или же с целью, типа, вложился в недвижимость, потом продать. Есть какая-то статистика? Они покупают как инвестицию, но таких меньшинство. Зачастую все живут в городе и покупают себе просто загородное жилье, особенно у кого большие семьи. Сейчас приезжают люди, у которых три и более детей. Ну, а есть, например, те, у кого уже есть такой подобный дом, да? Ну, на вашем опыте там клиенты, он покупает себе еще нечто похожее, дом такой дорогой. Есть те, кто арендует. К примеру, приезжали из этого поселка семья, они арендуют этот дом, нет, другой, уже много лет и смотрели себе на покупку. Чаще всего просто смотрят, прицениваются к поселку. И когда понимают, что поселок его, тогда уже приобретают. А вариант такой, что, например, 250 миллионов потратить на строительство своего дома? Это отдельная история, отдельная группа лиц или как? Да, не все хотят втягиваться в стройку. Ну, да. Очень долго и потом, вот наверняка ты слышал, что когда ты начинаешь строить, ты не можешь остановиться. Ну, да. И это растягивается на очень долгое время и деньги. Даш, я, конечно, желаю вам удачи в продаже этого дома. Друзья, Дарье, мы скажем огромное спасибо. Давайте на чистоту. Нам предложили снять, мне было дико интересно пройтись посмотреть. Если кто-то будет кричать в комментариях, что это реклама, я жму руку тебе, друг. Я надеюсь, что по этой рекламе кто-то придет и купит. Для нас, в первую очередь, для нас с вами, это любопытный, скажем так, рум-тур. Мы пришли, посмотрели, как оно, четверть миллиарда, получается, в 17 километрах от Москвы. Ребята продают, я надеюсь, у вас все получится. Да и, судя по вашим рассказам, продастся это все. Спасибо большое. Да, мы стараемся сделать все возможное, чтобы этот дом приобрел владельца до Нового года. Удачи вам в продажах. Спасибо. Ну, а мы с вами идем делать выводы. Итак, друзья, наш сюжет подходит к концу. Вы спросите, что я хотел вам этим показать. Просто уютное времяпрепровождение. Интересный архитектурный объект. Многие из вас любят ролики про недвижимость. Сегодня мы побывали в необычном доме. Вот согласитесь, не каждого из нас позовут в гости в подобный дом. А так зайти, прогуляться, посмотреть, что внутри подобных домов, тоже приятно. И вот самое, что интересное, да, дом сделан в таком стиле, мебель привезена оттуда-то, все необычно. Но возле дома, прямо перед входом, вот она стоит, березонька-то, душа-то у человека все равно остается русская. Друзья, я вас приглашаю в комментарии. Высказывайте ваше мнение по поводу этого дома с точки зрения цены, с точки зрения архитектуры. Что вам понравилось, что вам не понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Мы уже сделали анонс и люди уже комментируют предстоящий сюжет. В общем, дальше будет больше полезных и интересных сюжетов. До новых встреч. Всем пока-пока. Пока.